Всем привет! С вами Юлия, а значит вы на канале Процветок, и мы с вами растим вместе свой сад здоровым, урожайным и долговечным. Но что делать, если вы сажаете растения, а они расти не хотят? Одной из причин слабого роста наших кустарников, наших деревьев, наших любимых клубники, овощных и даже декоративных, является личинка майского жука. Или по-простому майский хрущ. Поверьте, эта маленькая личиночка за те 3-4, а то и 5 лет, которые она живет в земле, способна попортить изрядно крови любому любителю сада и огорода. Дело в том, что она питается корнями растений. Конечно, в ответ она вырабатывает неплохой такой гумус, но цель наша с вами – это все-таки урожай. Поэтому хрущу на нашем огороде не место. Но как же с ним бороться? Ведь мы с вами здесь, а хрущ там, в почве. Как разобраться с хрущом и при этом не повредить окружающей среде и получить здоровый урожай? И начнем мы наш обзор методов борьбы с майскими хрущами самых экологически безопасных, безвредных и доступных. И это выборка. Как бы это ни звучало своеобразно, но самым экологически чистым способом борьбы с майским жуком является выборка личинок при перекопке. Но это, конечно, трудоемко. И, конечно, нужно учитывать тот факт, что хрущ поднимается на глубину перепашки, это 10-20 см, только когда почва хорошо прогреется. А если у вас газон, если вы посадили клубнику, вы не будете же перекапывать. В таком случае на помощь придут другие методы. А именно, это использование различного рода отпугивателей, биологических или химических, и биопрепараты. Что это может быть? Ну, во-первых, это использование такого сидирата, как горчица белая. Как и многие капустные, она выделяет очень резкие эфирные масла, которые отпугивают жука. И использование горчицы как сидирата способствует оздоровлению почвы. Раз. Второе. Использование горчицы в качестве удобрения при посыпке измельченной горчицы в лунку тоже отпугивает жука от той зоны, где будет находиться эта измельченная масса. А для особо продвинутых дачников в магазинах можно найти даже горчичный жмых, который мы вносим в почву. Если вы засеяли свой огород с осенью горчицей белой, то сейчас весной под этими грядками жуков точно не будет. Еще один отличный способ отпугнуть майского жука от наших грядок, от наших плантаций, и в то же время подкормить растения, это использование аммиачной воды, или же по-простонародному нашатырного спирта, который продается в каждой аптеке. Достаточно 10-20 миллилитров нашатырного аптечного спирта на 10 литров воды и пролить этим раствором свои грядки, особенно те места, где вы уже заметили, что жук явно поселился. То есть это признаки увядания, признаки потери тургора, что растение явно страдает. Один стакан такого раствора под кустик клубники может буквально оживить ее. Во-первых, растворы аммиака токсически действуют на личинок майского хруща. А во-вторых, аммиачная вода сейчас весной срабатывает как удобрение азотное, которое предоставляет растениям азот в аммонийной форме, довольно доступной для усвоения. Таким раствором можно проливать свои газоны в тех случаях, когда вы не можете разобраться с хрущами другими способами. Заодно подкормить эти газоны рано весной, когда так нужен азот для того, чтобы травка красиво отросла. Есть еще один очень интересный метод борьбы с жуком, которым с нами поделился один из любителей. А именно, это посадка в определенных местах фацелии. С одной стороны, фацелия это прекрасный сидират раз, это прекрасный медонос два, а в-третьих, она прекрасно привлекает майского жука, точнее его личинок. Так вот, если мы где-то в уголочке сада отведем небольшой кусочек земли именно под фацелию, то личинки с окрестностей начнут мигрировать именно в эту зону. И уж тут-то вы их дождетесь, будь то перекопка или использование следующей группы способов борьбы с жуками, а именно биопрепараты. Биопрепараты это абсолютно безвредное для нас с вами, а также для большинства полезных животных вещества. Обычно грибковой, бактериальной и реже вирусной или нематодной природы. Это узкоспециализированные паразиты, насекомых, вредителей различных, которые нападают и убивают в первую очередь именно целевые объекты. А это в данном случае наш майский хрущ. Во-первых, это всем известные препараты на основе баверии и метаризиума. Эти почвенные грибы способны проникать внутрь тела насекомого и убивать его. Только следует помнить, что и метаризиум, и баверия, и прочие биопрепараты работают только при хорошей прогревшейся почве. Эта температура воздуха должна быть порядка 16-18 градусов, не меньше. Следует помнить, что биопрепараты нужно вносить в тот период, когда нет обильных дождей, но почва увлажнена. То есть мы предварительно проливаем. И желательно вносить вечером в пасмурную погоду, для того, чтобы грибок, раствор с грибком успел уйти в почву и не остался на солнышке. Ультрафиолет убивает и полезные бактерии, и вредные бактерии, и полезные грибки, и вредные грибки тоже. То есть проливая свои грядки этими препаратами, мы можем значительно уменьшить засоренность наших участков не только хрущом, но и другими вредными насекомыми, их личинками, а также оздоровить почву. Помимо этих, так сказать, широко специализированных биопрепаратов, можно использовать и целенаправленные, которые работают именно против майского жука, например, мелобаз. Кроме того, мы можем пролить подозрительные участки, если вы увидели, что где-то у вас клубника начала подведать, раствором таких биопрепаратов, как октофит, фитоверм и так далее. Это все продукты жизнедеятельности различных грибков, и они для личинок майского жука тоже токсичны. Но здесь тоже помним, погода должна быть хорошей. Почва прогревшаяся, а на улице 15-16 градусов, а лучше всего 25-28. Только в таких условиях биопрепараты работают максимально эффективно. Но что делать, если у вас стоит прохладная погода, почва тяжелая, не прогревшаяся, у нас заморозки, а майские хрущи уже вовсю подъедают крышки у клубники или молодых посаженных саженцев. В таком случае вам на помощь придет тяжелая химия, серьезная химия. Это препараты в основном на основе диазинона, молотиона или перимедилметила. Это целая группа препаратов под разными названиями, например, медветокс, провотокс, мухоед и так далее. Но все они имеют одно и то же действующее вещество в своей основе. И вы можете в каждой своем регионе, в своем магазине выбрать тот препарат, который есть из этого списка. Вносить эти препараты можно разными способами. Во-первых, обмакивая корешки в болтушку. Второе, поливая под корень раствором этих препаратов. Почва, повторюсь, обязательно должна быть влажной. По сухой почве ни в коем случае не вносим. Только тогда этот препарат сработает эффективно. И еще хочу сказать. Эти препараты мы применяем только в тех случаях, когда мы не смогли справиться с майскими хрущами. Традиционными, более безопасными способами. Либо у вас их столько много, что просто армия биопрепаратов не может справиться с этой огромной армией жуков. И тогда придется привлекать уже и диазенон, и престиж, и табу, и другие средства, типа антихруща, для борьбы с этими опасными насекомыми. Мы рассмотрели с вами целый ряд различных способов. Биологических, химических, агротехнических способов борьбы с майским хрущом. И каждый из вас волен выбирать именно тот, который ему больше по душе или более удобен в исполнении. А мы от всей души желаем, чтобы на ваших участках майские жуки бывали только пролетая мимо. И ни в коем случае не оставались на ваших участках. Процветания вам и вашему саду, хороших урожаев. И до новых встреч на нашем канале. С вами была Юлия Кондратенок.